Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и у нас сегодня на очередь обзор следующего по списку корабля Хаулер. Ну что ж, давайте-ка мы его купим, посмотрим и начнем, собственно, обзор. Так, ну что ж, смотрим. Хаулер. В Голландии найдется множество успешных торговцев, которые начали свою карьеру именно с Хаулер. Сравнительно невысокая цена и значительная грузоподъемность сделали его самым популярным грузовым кораблем малых размеров в обитаемом космосе. Однако, ввиду его узкой специализации, покупателям не рекомендуется использовать Хаулер для чего-то, кроме торговли. Для Хаулера подходят, ну, маленькие, посадочные, понятно, понятно. Так, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну тут пока непонятно, что у него стоит, давайте-ка купим и уже посмотрим, что у него по оснащению. Позиционируется он как грузовой, так что, я думаю, боевой фит, и, следовательно, с него особо не получится. Ну что ж, друзья, давайте пробежимся по его оснащению, которое идет с ним при покупщике. Гнезда 1, импульсный лазер, малое гнездо, я бы так понимаю, это только первого класса можно поставить, да, второго нельзя. То есть, боевой уже из него будет очень-очень плавкой. Внешнее оборудование 2 гнезда, точнее, 2 крепления общего назначения. Так, основное оборудование, легкие сплавы, слабая основка второго класса, маевровые двигатели второго класса, рамочно-смесительные второго класса, система жизнеобеспечения первого, распределитель питания первого, сенсоры первого и топливный бак на 4. Так, прыгает он у нас, груженный 8.46, либо 10.38, либо 1.62, понятненько. Скорость, кстати, 204 максимальная на форсаже 306. То есть, может, получится улететь от кого-то так. Посмотрим дополнительное, о котором его шпигуют. У нас есть гнезда под 3 класс, 3 класс, 2 класс, 1 класс, 1, 1, ну, дальше 1. Так, он каплютуется грузовым стеллажом на 4 тонны, еще грузовой стаж на 4 тонны, генератор щита. Ну, в общем, понятненько, понятненько. Давайте посмотрим, как он летает в родном фите. В плане визуальной составляющей у него какой-то большой довольно-таки силуэт. Он какой-то пузатенький и как будто обрубленный. Да, кажется, то, что корабль должен быть длиннее раза в полтора, в два, потому что, ну, слишком он какой-то высокий, при том, что это корабль маленького размера. Напоминает какой-то обрубок шаттла. Так, это как раз наше гнездо для оружия. Странно. Странный вид. Ну, давайте-ка посмотрим, что по скорости. Так, все в движке. И... Ну, очень вяленький разгон, конечно. Кстати, по обзорности все плохо. Так, а по маневренности... О-о-о-о! Ну, это да, это не игл, конечно, который был в предыдущем обзоре. Так, давайте-ка попробуем в голубой зоне, оптимальный. Так, ну... Так, хорошо, а так? Ну, мне кажется, у него маневренность наподобие Ферделанса. Ну, при том, что Ферделанс на большей скорости так же двигается. Странно, странно. Ну, давайте-ка сейчас залетим в док и будем уже на него собирать фиты. Начнем с торгового, так как он позиционируется как торговый корабль. Кстати, маленькое забавное отступление. Пока вот сейчас я лечу за 2А фреймшип-драйв, но чтобы посмотреть, сколько он будет стоить в итоге и все остальное, я заметил такую вещь, как система подачи воздуха в салон. Вам не напоминает это какой-либо автомобиль, не особо дорогой? Ну, относительно недорогой, относительно других моделей. По-моему, очень похоже на штучки, которые остаются в салоне автомобиля. Довольно прикольно. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас получилось в торговом варианте. Гнезда пустые, естественно. Внешнее оборудование пустое. Можно поставить хит-синки, но не заморачивайтесь по этому поводу. За вами никто не будет охотиться. Корабль маленький, никому не нужен и так далее. Так, основное оборудование. Легкие сплавы, чтобы меньше весить. 2D силовая, 2D маневровая. Кстати, скорость все равно нормальная. 318 получается на форсаже. Рамочно-смесительный 2А прыжок у нас получился, кстати, 15 световых лет. При том, что он полностью груженный. А при всем при этом без грузовых стеллажей он прыгает на 34 и 64 световых лет. Что очень-очень даже неплохо. Система жизнебеспечения 1D. Распределитель питания. О, распределитель питания не поставили. Секундочку. 1С. Блин, я забыл про него. Ну ладно, неважно. Не особо сильно повлияет это. Тем более, видео будет врезка скорее улица. Там все можно подробно посмотреть по цифрам. Так, подоб оборудованию. Мы убираем вообще абсолютно все. Кроме этого. Это просто не убрать, друзья. А, нет, можно убрать. Ну там 2 тонны, но оставьте. В общем, в итоге получается то, что он может возить у нас 26 тонн. Что, в принципе, лучше, чем все корабли, которые мы сейчас рассматривали. То есть, лучше игла, лучше сайт виндера и другие пока мы не смотрели. Собственно. То есть, это первый хороший, действительно, грузовик, который вам встретится в самом начале игры. При том, что он может везти на себе 26 тонн, а если вы с помощью одного сайтика, который есть в гайдике по торговлями на канале, вы можете с одной тонн вывести в районе 50 тысяч. То есть, если быстренько посчитать, лямы 300 тысяч. То есть, лям 300 тысяч вы вывезете за один круг. Ну вот, как-то так. Так, и вот как выглядят цифры на Кариолисе. Собственно, по стоимости 236 тысяч и страховка 11 тысяч копейки. При том, что он себя окупит, получается, чуть ли не 6 раз за один круг. Очень-очень хорошо. Друзья, переходим к исследовательскому фиту. Гнезда пустые, внешнее оборудование пустое. Основное оборудование осталось точно такое же. А в дополнительном оборудовании мы немножко изменили. У нас получается топливозаборник 3А, который качает 180 кг в секунду. Двухпоточные щиты генератора, подробный сканер поверхности, котлет для сближения с планетой. И в итоге у нас получается почти 29... Ой, 32 световых года. Довольно круто. И еще мы можем поставить гараж для планетарного транспорта. Но тогда у нас чуть ли не на 10 лет это упадет. Нужно вам приземляться на планету или нет, это уже, собственно, ваше дело. Быстренько по цифрам на Кориолисе. Ну, как вы видите, здесь совершенно все то же самое. И... 480 тысячи. И 24 тысячи страховочка. Ну вот, как-то так. Что касательно боевого фита и применения этого корабля в боях, я рекомендую этого избежать, но потому что одна ячейка под оружие у него будет урон хуже, чем у сайдвиндера. Правда, можно поставить третьи щиты, но все же, ребята, лучше этого избежать и даже не станут вносить в этот обзорчик боевое применение и боевое фитец данного корабля. А так, в целом, если подытожить, корабль мне достаточно приятен, так сказать. Сейчас, секундочку. У него, кстати, хороший проработанный дизайн. Даже как у того самого шаттла сделаны некие... Как это сказать? Некое подобие тех плит, которые типа гасит температуру и все остальное. Симпатичный маленький корабль, возит 26. Он, в принципе, маневренный для грузового корабля. Очень неплохо. В сайдвинском фите он тоже показывает, ну, усредненные хорошие значения, но все же, я думаю, включительно до Кобры МК-3 обзоры на корабли будут быстренькие, маленькие и короткие. Но после уже, когда пойдут более серьезные машины и более универсальные, которые можно сделать под разные вещи, включая майлинг, кстати, который очень даже интересный в этой игре. Я не так уныл, как вы в онлайне некоторых других космосимах. Тогда уже будет все гораздо интереснее. Ну что ж, а на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ссылочки под видео будет плейлист с этой игрой, с теми видео, связанными с Elite Dangerous, которые были на этом канале, включая стрим. И также ссылочка на Instagram будет в VK Discord сервер, где мы общаемся с подписчиками и списываемся по поводу того, во что и как мы будем играть. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.